Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока – разбор общих настроек статей Joomla. Переходим с вами в контент, материалы. В прошлом видео разбирали настройки самих материалов при создании, но здесь, на этой странице, есть кнопка настроек, достаточно важные настройки. Давайте их и разберем. Здесь настройки разбиты на вкладки и разберем сейчас первую вкладку «Материалы». Описание. Параметры предназначены для макета страницей. Материалы могут быть переопределены в параметрах пункта меню из отдельного материала. О чем здесь идет речь? О том, что здесь находимся мы. Мы настраиваем глобально параметры материалов для всего сайта. Если вы как-то хотите каждую страницу своего сайта, потому что ваша страница может ввести, например, одна страница на одни материалы, страница B на страницы другие, на другие материалы. И, соответственно, у пункта меню «Главное» есть настройки переопределения. То есть именно для главной мы можем настроить индивидуально какие-то параметры статей, отображение, количество колонок и так далее. Мы до этого еще дойдем до пунктов меню. Сейчас разбираем глобальные моменты. Макет. У нас макетов здесь нет. Макет 1 по умолчанию. И вот, смотрите, пошли глобальные моменты. Заголовок. Показать или нет? Ну, вообще не рекомендую его отключать, но чтобы вы понимали, где это отображается. Если я скрою, пойдем на сайт. Вот наши заголовки. Обновляемся. Все заголовки будут скрыты, вы видите. Ко всем статьям будут скрыты. Но если я зайду, здесь заголовок есть. То есть это скрывается именно анонсов заголовки. Вот уже понятно, да, что настройки идут для материалов глобально. Думаю, вы здесь посмотрите настройки, поизучаете. Давайте не будем сейчас на каждой настройке останавливаться. Я думаю, здесь и так понятно. И вот следующий пример. Категория как ссылка. Если я скрываю, это тоже у нас находится в анонсах. Видите, категорию видим, но теперь категория не становится кликабельной. То есть если это нужно, здесь тоже она не кликабельная. Чуть ниже с вами давайте посмотрим. Автор. У нас с вами же выводится здесь автор. Давайте посмотрим, где скроется автор. Можно скрыть ссылку подробнее. Заголовок с ссылкой подробнее. Вот здесь у нас с вами идет речь или количество символов. Можно ограничить заголовок на кнопке подробнее. Вот у нас есть просто обзор, а вот это слово статья подставляется на эту кнопку из самой статьи. Вот я в прошлом видео об этом говорил, что мы здесь это можем убрать. Давайте посмотрим. Вот чистая кнопка обзор на всех статьях. И автор. Здесь мы с вами скрыли в анонсе. И соответственно здесь тоже это все скрылось. То есть в развернутой статье автор тоже не выводится. Соответственно вы уже решаете, что скрыть. Просмотры можно скрыть, опубликованы, категории вообще, чтобы не выводилась информация. Как раз это все у нас здесь скрывается. Например, метки. У нас же вот статья есть, метка. Вот метка, да. Метки скрыть, сохранить. В анонсах видим меток нет. Здесь метки есть. Значит есть настройки, которые влияют на полные статьи. Сейчас до них дойдем. Переходим с вами к следующей вкладке. Форма. Мы с вами уже касались данной опции, но это было индивидуально для статьи. Здесь же глобально. И это очень прикольно. Можно здесь изменить. Параметры предназначены для макета страницы, создания или редактирования материала. Если у вас есть люди, которые с фронтальной части сайта или из админской части сайта, доверенные люди, которые публикуют статьи, вы можете для них прямо ограничить хорошо здесь. Во-первых, капчу здесь можно подключить. Когда будем разбирать плагин капчи, в итоге здесь можно будет ее добавить. Например, скрыть такие вкладки при создании статьи. Права доступа. Языковые связи. Но мы с вами это еще не касались. Это связано именно... Если у нас мульти... Мультиязычный... Можно скрыть... Мультиязычный сайт, если настроен, то это можно скрыть. Кнопка истории версии, чтобы не мог ваш наемный сотрудник вызывать копии сайта из версии. Это было в прошлом видео, если вы не смотрели прошлое видео. И вот, смотрите, изображение и ссылки сайт. Сайт это значит, если вы с фронтальной части сайта вывели ссылку добавить материалы. То есть, чтобы могли публиковать статьи на вашем сайте с фронта, то можно тоже скрыть. Но она у нас скрыта. Изображение и ссылки панели управления тоже скрываем. Вот смотрите, как это прикольно будет. Если это глобально мы скрыли, далее мы с вами перейдем создать материал. Даже мы с вами увидим уменьшение количества вкладок. Это дает некую чистоту данной страницы создания материала. Видите, у нас с вами нету больше вкладки прав. И нету вкладки, где мы можем добавить фотографии и ссылки. Публикацию, кстати, тоже можно эту страницу скрыть. То есть и мы, как администраторы, тоже не видим эти вкладки. Также и пользователи не смогут их видеть. На мой взгляд, это очень прикольные настройки. Возвращаемся сюда. Вот если изображение ссылки в панели управления и вы оставляете, то мы с вами также в прошлом видео разбирали ссылку A, B и C. Можем сразу по умолчанию сделать модальное окно, чтобы вам лишний раз не выбирать. Если у вас, скажем, в каждой статье, вы хотите, чтобы это было модально. Из CSS класс изображения вывод текста сразу по левому краю. У нас идет left, можно поменять на right, то есть справа, например, из глобальных настройок. Следующая вкладка – категория. И первая опция – макет. Смотрите, у нас был блок. Если выбираем материалы и обновим нашу главную страницу, то вы видите, в каком виде теперь будут показаны ваши статьи. Вот в таком списке. Но полная статья будет выглядеть по-прежнему так же. Здесь просто на ваше усмотрение, как вам больше нравится. Я, естественно, оставлю блок. Мы с вами создавали категории. Вот эти три опции – заголовок, категории, описание, категории, изображение, категории не будут у вас показаны, если вы их не включите. Но для этого вам надо заполнить изображение, описание для категорий. Напомню, где это. Контент, категории. Вот если вы хотите красиво еще категорию оформить, то в каждую категорию вот здесь описание добавляете, вот здесь добавляете изображение. И вот чтобы эти изображения и описания были видны в настройках, тогда здесь надо их переключить в положение «Да», «Показать». Далее тоже не ждут настройки по категориям. Мы с вами движемся дальше. Это была одна категория, теперь категории. Ну, здесь особо настроек нет. По умолчанию можно, в принципе, оставить или перенастроить так, как вам больше нравится. Описание категории выше уровня, показатели нет. Уровень под категории, все пустые категории, показатели нет. Это значит, если нет в них статей, все равно их показывать на сайте. Описание под категории, количество материалов под категории. Дальше идем. Вот это вот уже важная вкладка, достаточно важный блок «Избранные». И здесь давайте подробно остановимся. Во всю ширину стоит один. У нас с вами, видите, как сейчас располагаются статьи. Каждая статья во всю ширину контейнера нашего шаблона идет. И выводятся четыре статьи, прежде чем появится постраничная навигация. Если я приду на вторую страницу, здесь будет у меня пятый материал. Я в прошлом видео создал пять материалов. И вот сейчас этим можно управлять. Смотрите, во всю ширину. Например, я оставляю один. Давайте сразу обратимся в нижние настройки. Количество столбцов. При этом сделают два. Что произойдет? Сохранимся. Обновимся. Каждый раз вновь добавленная статья, самая свежая. Она будет у вас всегда вверху страницы располагаться. И она будет вот так вот во всю ширину. Но предыдущие статьи, которые вы добавили позднее, они будут вот так вот, видите, в две колонки идти. На своем сайте fedorovasilev.com я так и организовал. Мне так нравится. Главная статья, то есть самая главная новость, самая свежая, она большая. Но здесь анонсы идут вот так вот в колонке. Можно три колонки сделать. Или четыре. Здесь уже просто как вам больше нравится. Далее давайте вернем. Пускай будет одна колонка. Смотрите, вот только вводный текст. Если я ставлю один, на что это влияет? Количество статей на странице. Мы не видим с вами изменений. Смотрите, только вводный текст. По идее должна быть одна статья. Или даже можно поставить ноль. И должна пойти постраничная навигация. Надо почистить кэш браузера. Еще раз проверим. У нас не получается, потому что идет переопределение. В настройках пункта меню главное. У вас по умолчанию скорее всего так же будет. То есть как вы Joomla вот установили, ничего там не настраивали. В пункте главное меню надо покопаться. Чтобы у вас не было недоумений, почему настройки не действуют. Я тоже часто сталкивался с таким, когда был тоже начинающим пользователем Joomla. Вы переходите меню, main menu. Главный пункт меню. Вкладка блок. Только вводный текст. Давайте сейчас для эксперимента поставим ноль. Сохранить. Вот эти настройки сейчас, которые мы уже с вами затрагиваем, это дублирующие настройки, которые мы сейчас проходим. Только вот эти настройки, они идут индивидуально для этого пункта меню главное. И иногда нужно оставить, чтобы показывался по умолчанию вот это поле. И уже вот по умолчанию мы настраиваем глобально. Тогда настройки для главного пункта меню должны действовать. Вот сейчас мы сделали вводный текст ноль, сохранили, обновим сайт и увидим, что все сработало. Одна статья выводится и все, пошли, видите, постраничная навигация. Причем сразу пять страниц, потому что на второй странице выводится одна статья, на третьей выводится одна статья, потому что мы так захотели выводить по одной статье. Поэтому здесь я предлагаю только вводный текст убрать любые значения, чтобы осталось по умолчанию у нас с вами сохранить, закрыть, чтобы эти настройки не действовали на глобальные, потому что у нас идет переопределение. Возвращаемся с вами в материалы, настройки, только вводный текст, пускай будет четыре. Сохранить. Вот теперь настройки действуют для глобальных. Я обновил сайт раз, два, три, четыре. Давайте сделаем три, потому что одна новость у нас выводится во всю ширину. Вот. Я хочу, чтобы выводилось раз, два, три, четыре. А пятая новость моя уже перешла на вторую страницу. Также и другие опции. Если вы чувствуете, что они не работают, не действуют, зайдите в тот пункт меню, где вы сейчас настраиваете, и уберите там значения, чтобы были по умолчанию, чтобы не шло переопределение. Чтобы я здесь еще в настройках рекомендовал включить, в самом низу изображение вводного текста как ссылка. Прям очень полезная вещь. Очень удобно. Иногда просто не попадаешь мышкой быстренько на статью, на заголовок или на кнопку «Подробнее». Люди часто кликают на изображение, потому что удобно переходить. Вот видите, я обновил страницу, теперь у меня каждое изображение каждой статьи автоматически будет становиться ссылкой. Кликаю на изображение на полный текст статьи. Я считаю, что это удобно, и это надо включить. Как, например, оформить симпатично в две колонки, чтобы это подсвечивалось такой некой тенью небольшой, вы это видите, вот так вот симпатично, как в демо данных. Давайте это сделаем. Здесь же главный CSS класс материалов, я вам подскажу, вот проставьте вот так вот боксы. Columns. И вот здесь вот можно управлять числом колонок. Один, два, там три, четыре. Поставьте, например, две. Во всю ширину вместо одного, например, четыре. Во всю ширину четыре, при условии, что у нас стоит эта перемена в две колонки. Но только вводный текст я сделал тоже четыре. Количество столбцов ноль. И смотрите, сохранится. Не забудьте еще раз перепроверить меню. Главное, чтобы у вас переопределения не было. На вкладке блок. Во всю ширину надо здесь убрать. Видите, по умолчанию четыре стоит. Он говорит о том, что вы указали четыре в глобальных настройках. Только вводный текст тоже четыре. Вот. Уберите здесь все цифры и нажмите сохранить. Обновите сайт, тогда получится вот как в демо данных. У нас получается по две новости. В такой симпатичной рамочке. Вот так выводится. Пятая новость выводится внизу большим, полным анонсом. Как раз таки эти настройки. В настройках статьи блок избранная во всю ширину пять. Тогда будет все в такие колонки. Пять статей. Поэтому вот так выводится. Здесь у нас пустое место. Добавим шестую статью. Добавится здесь еще одна статья. В общем, в принципе, не сложно. Просто нужно посидеть, настроить так, как вам больше нравится. Стоит заметить, что изображения у меня в статьях, вы видите, они одинаковые. Но они еще одного размера. Чтобы у вас вот так же ровненько все это выглядело. Изображения вы же будете использовать разные. Вот позаботьтесь о том, чтобы между собой, давно в фотошопе или еще где, подгоните их одного размера. То есть сам размер может быть разный, самого изображения. 600 на 600, 1280 на 720. Но вот если вы определили одно изображение одного размера, к следующим статьям, именно изображение для анонса, делайте одного размера. Тогда у вас будет вот так все ровно, красиво. А иначе будет вот так. Вот у меня есть прям пример. Видите, одно изображение анонса, а вот другое изображение анонса другой статьи. И вот происходит вот такая вот несостыковка. Вот внизу вот здесь ровно. Следующая опция для настройки списка. Когда мы в категории выбирали с вами отображение материала, то есть списком выводился все наши статьи, то здесь можно тоже для этого списка настроить. Не показывать там фильтр, не показывать автора. Небольшие настройки здесь можно настроить. Здесь просто вы решаете на вкладке общий, какой будет порядок. Порядок категорий, порядок материалов, новые первыми. То есть это самое, я думаю, правильное. Когда статья самая свежая, должна быть наверху. Подайте сортировки, разбиение на странице автоматически. Показать, скрыть. Можно вот это разбиение. Результат разбиения на странице. Показать или скрыть. Избранные материалы показать, скрыть и только. В принципе, я оставляю тут все по умолчанию. Следующая вкладка интеграция. Параметры предназначены для интеграции компонента материалов с другими расширениями. У нас с вами РРС не настроен еще. Это некая лента новостей, через которую можно быстро просматривать анонсы статей. Здесь можно настроить ссылку на РРС. Но, на мой взгляд, это как бы устаревшая технология. Лично я никогда ни за кем не следил через РРС. Мне кажется, это неудобно. В общем, мы, наверное, РРС будем ранее рассматривать. Но я бы себя такое отключил вообще. Дальше маршрутизация URL с ID или без него. Ну, конечно, у нас стоит сейчас маршрутизация удалить ID из ссылки. То есть у вас будет чистая ссылка, если мы перейдем, например, в какую-нибудь статью и посмотрим на саму ссылку. В этом сайте просто у нас не настроено ЧПУ, поэтому ссылка выглядит вот так. Давайте я вам покажу на примере другого своего сайта. Зайду в статью. Например, вот у меня идет блок и тест. И нету никаких идентификаторов в ссылке. То есть по умолчанию в Joomla это уже включено. Вам не надо об этом заморачиваться. Здесь все нормально. Дальше настраиваемые поля. Показать или нет. Это будет у нас следующее видео про настраиваемые поля. Здесь про интеграцию, про процессы, надо сказать. Если у нас это выключено, и мы посмотрим на материалы. У нас же есть возможность. У нас есть возможность делать массовые действия. Снять с публикации несколько, да, пакетная там обработка. И если мы включаем процессы на вкладке интеграция, сохранить, закрыть, то у нас, если развернем контент, вкладку, появляется вот здесь вот дополнительное поле процессы. И по умолчанию будет некий рабочий процесс. Если мы сюда зайдем, здесь можно добавить описание, права доступа. И в целом, что такое процессы? Используется для замены статистических состояний. Неопубликовано, опубликовано, удалено, изархивировано. Более общим подходом. Таким образом, вы можете легко создать индивидуальный рабочий процесс для управления своими статьями в компоненте. Здесь я вижу переходы. Это те переходы, которые можно снять с публикации, создать какой-то новый, создать какой-то новый переход со своим описанием, состоянием, с группами пользователей. Также отредактировать существующий, назначить группы пользователей. Если я перейду в материалы, то у нас, когда мы включили процессы, видите, появилась новая иконка здесь, этапы. Можно кликнуть по этой иконке, появляется здесь список. И то же самое, снять с публикации, полегать в корзину, выбранное и так далее. Также здесь немножко выглядит по-другому, видите, вот это вот в корзину, с новой иконкой, опубликовать. Честно говоря, практики работы пока с этой опцией нет. Не знаю, насколько она будет удобна и полезна, но время покажет. И здесь у нас остается еще вкладка права доступа, которую вы тоже можете индивидуально настроить. Об этом у меня уже были уроки по поводу прав доступа и групп пользователей. Здесь, как правило, я ничего не делаю, по умолчанию у меня все настроено. Мы с вами разобрали общие настройки всех материалов. Так или иначе, в следующих видео мы будем их касаться. Когда мы будем разбирать пункты меню, там тоже будем смотреть уже индивидуально для пунктов меню, какие есть настройки. Они будут тоже переплетаться вот с этими настройками материалов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...